Друзья, всем привет! Сейчас я нахожусь на одном из наших объектов, на котором мы делаем монтаж гибкой черепицы. У нас дом из клееного бруса. Вот так он выглядит. На нем мы делаем гибкую черепицу. Ламинированная черепица Дёки Драгон, коричневый цвет. И хочу сделать вам небольшой обзор, показать некоторые моменты по монтажу. Работы у нас идут к завершению. Вот так вот выглядит эта черепица. Это ламинированная черепица Дёки. Снизу у нас устанавливается водосточная система Дёки Люкс. Вот так вот она смотрится, если подойти на край. Снизу там установлена алюминиевая вентиляционная сетка. Здесь вот у нас идет фаска металлическая. Цвет шоколад. Идет подкладочный ковер, самоклеивающийся полностью. Мы его завели на стену. Сделали примыкание. Здесь вот у нас под конек сделан специальный прорезь. Когда будем устанавливать пластиковый конек вентилируемый, чтобы у нас через это место выходил воздух. Вот такие вот гвозди у нас. Значит, снизу у нас, где вот эта вот вентиляционная сетка. Через нее у нас воздух заходит. Через конек воздух выходит. Вот так это смотрится. Вот это вот кусок коньково-корнирной черепицы. Если перевернуть ее с обратной стороны, она практически полностью промазана мастикой, для того, чтобы максимально качественно приклеивалось. И у нее еще идут две такие вот полоски, для того, чтобы когда мы будем делать непосредственно саму гибкую черепицу, чтобы это место лучше приклеивалось. С этой стороны у нас идет специально такая белая полоска. в эту полоску нужно забивать гвозди. Это такой важный момент. Там плюс-минус, но нужно стараться максимально попадать вот в эту полоску. Гвоздями. С обратной стороны у него тут такие клеившиеся полосы. Написано не снимать. Тут у нас идет яндовный ковер. Крыша такая немножко сложная. Яндовный ковер. Это такой ковер, который укладывается в яндову, и гибкая черепица непосредственно подходит к нему. Тут у нас тоже идут такие снегодержатели скобы. Здесь вот отверстие под конек. Здесь вот, если обратить внимание, идет такая вот полоска. Шинурку ребята отбивают, и, соответственно, гибкую черепицу гонят вот по этим линиям. Если посмотреть, как у нас забиваются гвозди, видите, практически по линии идут. Плюс-минус вот этим пневмопистолетом. Здесь вот у нас есть такое место, где гибкая черепица подходит к торцевой планке. Значит, мы должны сделать отступ. Отступ примерно там сантиметра полтора. Вот тоже отстучали ребята линию. По этой белой линии они подводят гибкую черепицу, обрезают обязательно вот такие вот уголки, чтобы, если вдруг вода будет течь вот по этому же лобку, чтобы она попадала сюда и отходила вниз. И вот это место промазывают мастикой для того, чтобы гибкая черепица максимально качественно здесь приклеилась. Тонкий слой, примерно ширина 10 сантиметров. Это самоклеящийся полностью подкладочный ковер. Вот такие гвозди у нас идут для пневмопистолета. Ершоные, длиной 25 миллиметров. 25 это, в принципе, достаточно длины для того, чтобы прибить гибкую черепицу к фанере. Фанера это у нас, ну, то есть сплошное основание у нас идет из ОСП. ОСП толщиной 12 миллиметров, размер 2,5 на метр 25. Мы пилим на три части, делаем обязательно зазоры между фанерой и прикручиваем ее на саморезы. На три части пилим для того, чтобы уменьшить линейное расширение фанеры, да, и чтобы потом подкладочный ковер не поднимал гибкую черепицу. Если здесь посмотреть, вот такие вот у нас идут крюки, которые состоят из двух частей. Часть, которая заводится под гибкую черепицу, фанера у нас выступает на 3 сантиметра, и на сантиметры у нас выходит еще вот эта вот карнизная планка. Сетки у нас идут, сетки у нас идут алюминиевые. Контурбрус у нас 50 на 40 здесь, но мы тут использовали тот контурбрус, который был конкретно здесь. То есть мы его не меняли. Капельник конденсата вот такой вот небольшой. Вот так это смотрится. По досточной системе понятно, вот этот круг еще будет регулироваться под уклону. Очень удобно, кстати. Кстати, очень удобно использовать такие крюки, потому что можно отрегулировать уклон, как тебе удобно. Вот здесь тоже надо будет подзатягивать потом гайку, ну, короче, как-то вот так вот это все смотрится. Вот такая гибкая черепица. Деки Драгон. Зрелый каштан цвет называется, но я все более точный. Я его назвал коричневым. Вот он, полностью самоклеющийся подкладочный ковер. Отнимаем липучку, и вот эта штука уже приклеивается на ОСП. Вот это защитный как бы слой, для того, чтобы можно было нормально ходить по подкладочному ковру. Это коньково-карнизная черепица. Как раз она пойдет у нас на конек. Вот такой небольшой обзор наших работ. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях. А так, всех с праздником, с 1 мая, с Днем Труда. Все, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok